Продолжаем чтение книги к истинному православию под авторством Игнатия Тихоновича Лапкина. Тема о табакокурении. Разве не знаете вы, простите, разве не знаете, что вы храм Божий и дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи. Минздрав СССР до своей кончины не лицемерно предупреждал с каждой сигаретной и папиросной пачки о вреде курения для здоровья. Это предупреждение читали генсеки, усопшие компартии и курящие священники и их дымящие прихожане. Хорошо бы помнить оточенную времени народную мудрость. Полюбил табак, впереди рак. Куришь, сам себя губишь. Табак и вино с пьяницей заодно. Кто к себе суров, тот и здоров. Но, увы, в дьявольский жестокий плен табакокурения ежегодно попадают все новые миллионы детей, женщин и мужчин. В мире под табак отведено около 5 миллионов гектар плодородных земель, с которых можно было бы собрать 10-20 миллионов тонн зерна пшеницы. За год на планете выкуриваются почти 4 тысячи миллиарда сигарет стоимостью 100 миллиардов долларов. Средний курильщик выкуривает 2860 сигарет. В табачном дыме содержится до 6000 различных компонентов, 30 из которых натуральные яды, никотин, бензопрены, нитрозамин, угарный газ. Смертельная доза никотина для человека 50-100 миллиграмм. Именно такая доза поступает в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Спасает отчасти дробность по времени и дозе поступления ядов внутрь и обезвреживающие выделительные функции органов человека. По причине многокомпонентности табачного дыма практически ни одна система, ни один орган человека не остаются без отравляющего действия. Что выражается в ухудшении памяти, внимания, задержке, развитии детей, бесплодии, нарушениях беременности, врожденных уродствах, возвращении или снижении терапевтического эффекта при лечении ряда заболеваний. Токсичность табачного дыма в 4,25 раза превышает токсичность выхлопного газа автомобиля. Выше токсичности выдыхаемого некурящим человеком воздуха в 1100 раз. Выкуривание одной сигареты равнозначно пребыванию вблизи оживленной автомагистрали в течение 16 часов. ВВ Диларио губительная сигарета. Москва, Мед, 1987 год. Риск заболевания раком легких у выкуривающего в день по одной пачке сигарет в 30 раз выше. Уровень смертности в 8-10 раз превышает смертность от дорожно-транспортных происшествий. Курение обусловливает более 80% всех смертей от ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда и болезни сосудов. Каждый тапокур – бессовестный эгоист. Он не видит и не замечает никого, к кому тянется змея ядовитых паров, кто задыхается от смертельного смога, исходящего из его рта. Поток дыма, вдыхаемого курящим, составляет 32%, а большая часть дыма выделяется в окружающую среду для некурящих. Пребывание в течение 8 часов в закрытом помещении, где курят, равнозначно курению более 5 сигарет. При этом вдыхается до 14 мг веществ, вызывающих рак и задерживающихся в легких до 70 дней. О.С. Рабдаль. Курение. Москва. Медицина, видимо, сокращенно. 88-й год. По сообщениям Всемирной организации здравоохранения, в различных странах мира курильщицы составляют от 20 до 50%. Да, миллионы женщин сегодня курят, преждевременно старея, губя здоровье свое и детей своих, будущих и рожденных. О, сколько нежности и грации легло под меч эмансипации. Кузьмин. Курение. Мы и наше потомство. Москва. Советская Россия. 89-й год. Курящий есть аллегория ядовитого змея Горыныча из сказки. Изо рта огонь исходит у него, а из ноздрей дым, все отравляя вокруг. Лев Толстой архиеретик по писанию, но уразумел, однако. Я сам когда-то курил и не могу поверить сейчас, что мог держать в руках когда-то эту мерзость. Отсюда исходит, что всякий курящий есть мерзавец. Журнал «Здоровье мира» напоминает, что курящий табак есть самоубийца, теряющий 12-15 лет жизни. А последние 20 лет жизни отравляет землю кашлем, извержением мерзкой слюны. О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобны слюне. И все множество их ты употребил каплям, каплющим из сосуда. Народы Севера научились пить и жить с трубкой в зубах, и ограничили срок жизни в 34 года. Человек извратил путь и разум свои. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Проквей Риме, 3 глава, 21 стих. Называя себя мудрыми и обезумели, и вместо потребного для жизни хлеба, воды, воздуха, жилья, одежды, Сирахов 29, 24, 39, 32, включили в рацион ежедневный и ночной, крайне непотребное, разрушительное, самоубийственное, Влагая в закрутку троеперстно табак, держа двоеперстно вонючую мерзость, Лукавое сердце человеческое, и крайне испорчено, и от лица как бы верующего упрошает. А где в Библии сказано запрещение табакокурения? Если где сказано, то он перестанет курить, наверняка зная, что слово табак не могло быть в Библии. В Европе появилось лишь с открытием Америки Колумбом, А получило в России массовое распространение при русском тирании антихристи Петре I. В Библии нет слов о том, что нельзя ехать на красный свет, Об опасности радиации, спида, о порнографии, О запрете противозачаточных средств, абортов, жвачи. Цитата. Ибо он льстит себе в глазах своих, Будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его, Слова уст его неправды и лукавства, Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро, На ложе своем замышляет беззаконие, Становится на путь недобрый, Не гнушается злом. Псалом 35, с 3 по 5 стихи. Табакокурение есть непотребство, То есть то, что для человека Не предусмотрено при его творении. Род курящего, клака, Для тела нужен воздух, а не угарный газ с никотином. И кто лишает свое тело потребного для жизни, Разрушает тело, того покарает Бог, Лишит жизни сей и царства небесного. Послание Якова 2, 6. Из сердца человеческого исходит непотребство. Марка 7, 22, 22, 21, 22. Римлянам 1, 28. Чтобы не оплакивать мне многих, Которые согрешили прежде, И не покаялись в нечистоте, Блудодеяний и непотребстве, Какое делали? 2 Коринфянам 12, 21. Галатам 5, 19. Так, ну я думаю, тут надо открыть, А не потребствия. Марка 7, 21, 22. Ибо изнутри сердца человеческого Исходят злые помыслы, Прелюбодеяние, Любодеяние, Убийство, Кражи, Лихаимство, Злоба, Коварство, Непотребство, Завистливое око, Богохульство, Гордость, Безумство. Римлянам 1, 28. И как они не заботились иметь Бога в разуме, То предал их Бог превратному уму Делать непотребство. Это вот есть табакокурение, Непотребство. А почему? А вот язычники, Потому что Бога не заботились, Библию не читали, Вот и Дал им Господь. Пакость такую. И Галатам 5,19. Дела плоти известны, Они суть, Прелюбодеяние, Блуд, Нечистота, Непотребство. Демоны требуют дыма В жертвах идольских сожжений И табакокурения Этой утонченной материи табака, Соединенного с похотью злого сердца. Евангелие Атеана 8,44. Ваш отец дьявол, И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, И не устоял в истине, Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, Говорит свое, Ибо он лжец и отец лжи. Корят демону, дьяволу почти непрерывно. Уста курящего, Демонская кодильница, Говорит святой Иоанн Кронштадтский. Если даже разрешенное курение благовония Из кодильницы священника Отвратительно Богу, Когда люди живут во грехе, То что говорить о демонской кодильнице Со смертоносным самоубийственным дымом? Вот о демонской кодильнице И проек Исаия говорит 1 глава 13 стих. Не носите больше даров тщетных, Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, Праздничных собраний Не могу терпеть Беззаконие и празднование. И вышел огонь от Господа И пожрал тех 250 мушей, Которые принесли курение. Числа 16-35. И вот видим, Как почернели лица курящих Послание Ремии 20 глава, Как вся земля оскорнена мерзостью окурков, Желая сказать о себе доброе, Пишут без вредных привычек, Имея ввиду также, конечно, И табакокурение. Курить начинают шутяк, радучись, А бросить не могут по-серьезному, Прожигая себе легкие, Поражая все пять органов чувств. За самоубийц нет приношения Отпевания церковного. Вопрос 14. Если кто, будучи вне себя, Подымет на себя руки, Или повержет себя с высоты, За такового должно ли быть приношение или нет? Ответ. О таковом священнослужитель должен рассудить, И подлинно ли, Будучи вне ума, Содел сие, Ибо часто близкий К пострадавшему от самого себя, Желая достигнути. Да будет приношение и молитва за него, Неправдают и глаголют, Яка был вне себя. Может же быть, Яка сдел сие от обиды Человеческие, Или по иному какому случаю От малодушия, И от таковом не подобает Быти приношение, Ибо есть самоубийца. Посему священнослужитель Непременно должен со всяким тщанием Испытывайте, Да не подпадет осуждению. Тимофея 14 В житии святого Пахомия Памяти 15 мая Сказано о том, Как по недосмотру В одном монастыре Покончили жизнь самоубийством Две монахини, И как святой Пахомия Отлучил от святого причастия Весь монастырь на 7 лет. Сегодня гибнут Миллионы табака ежегодно, И кто отлучил этих Самоубийц и убийц, Отнимающих здоровье и жизнь У тех, кто с ними живет. Табакор не должен И в храм входить с этой мерзостью. Всякую мерзость Господь ненавидит, И неприятно она боящимся его. Сирахов 15.13 Возвратись ко Всевышнему И отвратись от неправды, И сильно возненавидь мерзость. Сирахов 17.23 Он считает нас мерзостью И удаляется от путей наших, Как от нечистот, Ублажает кончину праведных И чеславно называет Отцом своим Бога. Премудрость 2 глава 16 стих Люди вменяют себе во славу То, что делают в мерзость Вменяет себе в славу Что делает в мерзости Премудрость 15 глава 9 стих Не ешь никакой мерзости Второзаконие 14.3 И хотя Никакая трава Не запрещена человеку в пищу, Но, как Василий Великий говорит Не объелись же мы белины, Чтобы есть белину, Добавим, и табак, И все наркотическое, Токсикоманию. Цитата Когда ты войдешь в землю, Которую дает тебе Господь, Бог твой, Тогда не научись Сделать мерзости, Какие делали народы сие. Второзаконие 18.9 Да и все начальствующие Над священниками И над народом Много грешили, Подражая всем мерзостям Язычников. Вторая книга Про липоменов 36.14 Старствование Алексея Михайловича По строгости нравов Греках, Завозивших табак И курящих, Отправляли в Сибирь Ловить соболей, А в иных странах Резали губы, Нюхавшим табак, А в иных странах Резали губы, Нюхавшим табак, Носы, Трубку продевали в нос И возили по городу На осле Лицом к хвосту И возгнушались Законом моим, Не уразумели его, Но презрели, Когда еще имели свободу, И когда еще отверсто Было им место Для покаяния. Те познают меня По смерти в мучении. Третья книга Ездре, Девятая глава, Одиннадцатый стих. Нечестие, Мерзость для уст моих. Притчи 8.7 Так как делающий грех Есть раб греха, То курящие Делаются абсолютно Безвольными людьми Без чести и совести. И у каждого Первого встречного Могут спросить Этой мерзости, Хотя хлеба Спросить не решаются. Они избрали Собственные свои пути. Душа их Находит удовольствие В мерзостях Их Пророк Исайя 66.3 Те, которые едят Мерзкое Все погибнут Пророк Исайя 66.17 И сколько денег Ушло на эту мерзость. От юности нашей Эта мерзость Пожирала Труды отцов наших Овец их И волов Их сыновей Их И дочерей Их Пророк Иеремия 3.24 Стыдятся ли они Делая эти мерзости Иеремия 6.15 Ничуть Идолом является Все чему человек Служит как Богу Без чего не может жить Хотя оно и вредно ему Ибо сыновья Иуды делают злое Придачами моими Говорит Господь Поставили мерзости Свои в доме Над которым Наречено Имя мое Чтобы осквернить Ее Пророк Иеремия 7.25 Глава 30 Стих 3. Посему Так говорит Господь Спросите между народами Слыхал ли кто Подобное сему Крайне гнусные дела Совершила Дева Израилева Пророк Иеремия 18.13 Самое дорогое У человека Сердце Занято Не жертвой Вечерней молитвы Возносящейся Как благоухан Ифимаам Но из демонской Кадильницы Поднимаются Клубы смерти Как из преисподней И в сердце Мерзость Запустения На святом месте Пророк Даниила 9.27 Поистине Что у человека Высоко То мерзость Перед Богом В.К. 16.15 И только Бог Может Исторгнуть Из зубов Его Папироса Захария 9.17 Потому что В царство небесное Не войдет Никто Преданной Мерзости И лжи Книга Откровений 21.27 Кто будет курить Тот никогда Не состарится Того не обкрадут Воры Того не укусит Собака Как это может быть Потому что Курящий Умрет В молодых летах Не состарится Будет кашлять Всю ночь Вор Не полезет К тому Кто дома И не спит И собака Не поступится К тому Кто идет С палкой А у курящего Столько болезней Что ему На двух ногах Не устоят Потребуются Подпорки Курящий Одновременно Враждует Против двух Заповедей Любви Он ненавидит Бога Ибо Изращает Назначение Божьего Хорошего Творения Табака Годного Для уничтожения Вродителей В огороде И отпадший Овец Также Он Испортил Добрую Землю Под табак Отравил Всех Возделывающих Его Ибо У них Массовые Выкидыши И малокровие Перевел На курительную Бумагу Тысячи Гектаров Леса По Небрежности Жег Целые Рощи И дома Показал Дурной Пример Подрастающим Возненавидел Чистый Воздух Отравляет Самого Себя И Ближних Это Эгоист Тиран Ненавидящий Все живое И это Особенно Чувствуют Пчелы Какая Совместимость Храма Божия Тело Нашего 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 Сидолами Табаком Второе Коринфянам Шестая Глава Шестнадцатый Стих Святому Венедикту Память Четырнадцатого Марта Враги Вложили Яд Вино Вно И в просфору Искушается Увлекаясь И Обольщая Собственную Похоти Иакова Первая Глава Четырнадцатый Стих Ибо Нечестивый Хвалится Похотью Души Своей Корыстолюбит Ублажает Себя Псалом 9 24 Желающий Принять Святое Крещение Еще до Приема Его Воглашенное Должен Отстать От этого Самоубийственного Занятия Как послушные Дети Не сообразуйтесь С прежними Похотями Бывшими В неведении Вашим Первая Петра 1.14 Возлюбленные Прошу Вас Как пришельцев И странников Удаляться От плотских Похотей Восстающих На душу Вторая Глава Одиннадцатый Стих Которыми Дарованы Нам Великие Драгоценные Обетования Дабы Вы через них Соделались Причастниками Божеского Естества Удалившись От господствующего Мир И растления Похоти Второе Петра 1.4 Это Ропотники Ничем Недовольные Поступающие По своим Похотям И Нечестивые Беззаконно Послание Иуды 16. Глава То и Предал Их Бог В Похотях Сердец Их Нечистоте Так что Они Сквернили Сами Свои Тела Римлянам 1.24 Между Которыми Мы Все Жили Некогда По нашим Плотским Похотям Исполняя Желания Плоти И помыслов И были По природе Чадами Научающие 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 Нас Мы Отвергнув Нечестие Заблуд при жизни земной этой губительной страсти чумой 20 века где табак там нет молитвы поста целомудрия но жестокость невоздержанность раздражительность покайся обратись ко христу да спасет он тебя от проказы греха аминь все на сегодня доброе утро доброго виду вас господь сергей да дальше это время будут проходить за не нет это я сбился по причине соревнований и по причине то что вот тут были занятия у брата никиты колесникова допоздна и не мог и утром проснуться проспал нет также будут в 55 вот и и вечером я тоже буду часов в 10 в 11 вечерние правила читать бог удастся пока у нас пока по времени не могу точно сказать как сегодня наверно в 22 будьте готовы вчера присутствовал тоже на занятиях мне понравилось я видел да он молодец неожиданно все с богом с богом